Здравствуйте, уважаемые друзья! Область готовится к паводку. Ряд официальных средств массовой информации уже охарактеризовали его как аномальный и очень сильный. В соседней Амурской области из-за вышедших из берегов рек уже действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Росгидромет прогнозирует ухудшение обстановки. Волна паводка, спускаясь вниз по течению Амура, конечно, дойдет до берегов Еврейской автономной области. Готовы ли мы к приходу большой воды? Расспросим об этом заместителя начальника Центра управления кризисными ситуациями Главного управления МЧС России по ЕАО Павла Ходосова. Павел Сергеевич, здравствуйте! Добрый день! Какова обстановка на данный момент? Обстановка ежедневно контролируется, находится на контроле Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области и личного губернатора Еврейской автономной области. Ежедневно проводятся заседания рабочей группы межведомственного оперативного штаба. Туда включены все представители силовых структур и ведомств. На заседаниях обсуждаются все проблемные вопросы, которые могут возникать во всех районах области. На сегодняшний день у нас прогнозируется с 29 июня по 9 июля наиболее интенсивный рост уровней воды. Отметки уровней воды по реке Амур будут составлять и достигать уровней неблагоприятного явления по некоторым гидропостам опасного явления. Это вот тот самый гребень паводка, о котором вот такими словами говорят, да? Да, то есть это пик паводка, который будет проходить по территории Еврейской автономной области. Соответственно, он начинается у нас с Аблучинского района и смещается вниз по течению. Смедовический муниципальный район попадают под влияние этого паводка те населенные пункты и районы, которые находятся в дельте реки Амур. Биробиджанский район у нас под влияние реки Амур не попадает, то есть угрозы подтоплений жители областного центра могут не опасаться. А так 4 района и, соответственно, прибрежные населенные пункты в зоне наибольшего риска. По нашему прогнозу попадает под подтопление 11 населенных пунктов в 4 муниципальных районах. Ну, в частности, жители постоянно хотят уточнений, какие населенные пункты могут попасть. Ну, это у нас Ленинское, Дежнево, Кукелево, село Нижнеленинское в Ленинском районе. В поселке имени Тельмана уже у нас наблюдается подтопление грунтовыми водами, то есть более 90 приусадебных участков уже подтоплено. И при Амурском городском поселении у нас введен режим функционирования чрезвычайной ситуации. То есть там ежедневно проводится мониторинг окружающей среды, ежедневно производятся доклады в оперативную дежурную смену по обстановке. Установлены два насоса перекачивающих, которые откачивают грунтовую воду с наиболее сложных участков. Также вчера был доставлен более мощный насос с областного резерва, установлен и уже введен в эксплуатацию. Тоже продолжает круглосуточную работу по откачке воды, чтобы не допустить усложнения обстановки. Что в основном подвергается риску? Какие объекты строения? Есть ли среди них социально важные, жизнеобеспечивающие? В основном под подтопление попадают жилые дома, приусадебные участки, дачные участки. В основном это СНТ, которые находятся при городе Хабаровска. То есть они расположены на еврейской автономной области, но в основном жители Хабаровска, Хабаровского края имеют там дачные участки. Они более подвержены, они находятся в такой чаше, которая подвергается воздействию реки. То есть грунтовыми водами начинает топиться, а потом уже и непосредственно водой, которая достигает река. Кроме работы оперативного штаба на земле, конкретно в районах, населенных пунктах, вот какая работа сейчас проводится и проводятся ли дамбы, мешки, песок? По решению комиссии по чересчайным ситуациям, которая была проведена 21 июня, был поставлен ряд задач муниципальным образованием, вернее сказать всем муниципальным образованием о подготовке к паводку. Работа ведется по наращиванию грибней дамб, по креплению мешками с песком тела дамб. Приводятся в готовность насосные станции и перекачивающие установки. Что касается еще превентивных мероприятий, подготовлены к развертыванию пункты временного размещения для людей в случае эвакуации. Там люди будут заселены, обеспечены питанием и проживание, в принципе, комфортное для людей будет обеспечено. На весь период бедствия? Пункт временного размещения, у него есть определенный срок действия, то есть решением, постановлением главы муниципального района он вводится в действие и действует на протяжении 6 месяцев. Если за этот период, допустим, жилье не освободилось от воды, либо оно признано нежилым, то есть там уже принимаются другие решения. Либо человек остается проживать дальше, либо какие-то другие принимаются решения. Я правильно понимаю, основной и главной будет также в Бобстово, как и в прошлый Паводок? Значит, в настоящее время подготовлены в Смедовичском муниципальном районе и в Ленинском муниципальном районе пункты временного размещения. То есть в Ленинском районе на базе гостиницы «Амур» на 50 человек уже подготовлены места. И в резерве в начальной школе в селе Бобстово. Павел Сергеевич, мы упускаем из-за такой момент, а каковы причины появления Паводка в этом году? Ну, причины – это циклоническая активность в Забайкальском крае, также в Китайской Народной Республике, то есть те реки, которые формируются у нас в Верховье, Амура. Соответственно, все вниз по течению. Волна Паводка смещается и воздействует на территории Еврейской автономной области. Также сегодня решен вопрос по выделению с 35-й армии 200 человек личного состава в Ленинский муниципальный район. Письмо лежит на подписи для оказания помощи, для предотвращения ликвидации чрезвычайной ситуации. Также в готовности 50 человек личного состава от МЧС России, плюс один вертолет и, соответственно, плавсредства. То есть по запросу немедленно будут силы переброшены на территорию Еврейской автономной области, но учитывая расстояние от Хабаровска, это не займет много времени, поэтому проблем в этом нет. Ну, а так, а само наше управление обеспечено всем необходимым людьми, техникой? На базе главного управления у нас имеется аэромобильная группировка, состоящая из 30 человек личного состава. Данный личный состав неоднократно участвовал в спасательных операциях, то есть имеет большой опыт, как на территории Еврейской автономной области, так и на территории Приморского края. Выезжали в поселок Барабаш, там была очень довольно сложная обстановка гидрологическая. Вот, поэтому у нас также техника, плавсредства, все в готовности, то есть в любой населенный пункт личный состав готов выехать в любое время. В завершении нашей беседы, с чем вы обратились бы гражданам, к людям, что посоветовали, порекомендовали, может быть, даже и попросили? Прогноз детализированный доводится до всех муниципальных образований. Наша основная задача не допустить гибели, не дай бог, человеческих. В связи с этим на постоянной основе проводится информирование граждан в средствах массовой информации, информирование в аккаунтах, в социальных сетях. Ну, прежде всего, мое обращение гражданам, это чтобы они относились к прогнозу, который доводится до них, с пониманием и ответственностью. То есть все неоднократно уже проходили этот этап и должны понимать, какие последствия могут быть. То есть, если необходимость есть и спасатели предлагают эвакуацию, то, я думаю, необходимо не отказываться от этих мероприятий. Лучше переждать ненастья в безопасном месте и потом вернуться в свое жилье, если оно будет пригодным для проживания. Ну, соответственно, заранее побеспокоиться о домашнем, скоте, о животных. Собаки, кошки должны быть отвязаны на этот период прохождения опаводка. Ну, соответственно, все необходимые вещи, документы должны быть также заранее спасены. Приготовлены. Приготовлены, да, к возможному. К неблагоприятному развитию событий. Но будем надеяться, что эта неблагоприятность пройдет по минимуму. Спасибо вам за информацию. Будем надеяться, что все служится наилучшим образом. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!